Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Спасибо большое. Мы будем надеяться, что вы прояснили эту ситуацию. Обязательно дотеремся, Елена Петровна. Прием заместителя губернатора Юрия Пучкова. Смоленск Атом Энергоремонт. Лидер по охране труда. Мы подбирали литературу, которую мы хотим приобрести за счет гранта этого. Детская библиотека получит грант. Игрушающие от них верные на святи. Православные лесногорцы отмечают Благовещение. А теперь об этих и других событиях подробнее. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Смоленский регион вошел в число 49 субъектов, среди которых распределили 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Смоленщина получит чуть больше 223 миллионов. По всей России начался весенний призыв на военную службу. Ряды вооруженных сил до лета пополнят около тысячи смолян. Распоряжением губернатора Алексея Островского в регионе созданы 27 муниципальных и одна областная призывная комиссия. Планируется, что более 500 смолян будут служить в частях, которые дислоцируются на территории Западного военного округа. 150 призывников отправятся в военно-морской флот, еще 10 – в президентский полк в Кремль. 6 апреля в общественной приемной администрации проводил прием десногорцев по личным вопросам заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков. Подробности в нашем сюжете. В этот раз прием проходил в новом формате. В общественной приемной не было личного присутствия Юрия Николаевича. Встреча проходила при помощи технических средств видеосвязи. Прием проводился в присутствии главы муниципального образования Андрея Шубина, представителей руководства администрации города и пресс-секретаря. Десногорцы пришли к Юрию Пучкову с различными вопросами. Они касались жилищных проблем, ремонта дорог, капитального ремонта, пенсионных льгот и приватизации земельных участков. Все обращения заместитель губернатора взял под личный контроль и обещал дать задание своим службам решить проблемы десногорцев. Смоленск вошел в пятерку самых недорогих городов для путешествий на майские праздники. Согласно рейтингу, город на семи холмах расположился на четвертом месте в Российской Федерации. По данным статистики, туристы весной заплатят за проживание в Смоленске 2200 рублей в сутки. Молодежный центр и рок-группа «Годенс» из Десногорска приняли участие в отборочном туре Всероссийского фестиваля «Рок-коронация», который состоялся в Москве. Отметим, что десногорцы были единственными участниками от Смоленской области. А всего в этот день выступило 16 музыкальных ансамблей различной направленности в рок- и металл-стилистике. Ежегодно в Десногорске проходят городские смотры-конкурсы на лучшее состояние охраны труда среди предприятий. В 2016 году в конкурсе участвовала 21 организация. Среди лучших – филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт» «Смоленск. Атомэнергоремонт» под руководством Михаила Акульского. О том, какая была проделана работа и что привело к победе, смотрите в нашем сюжете. «Смоленск. Атомэнергоремонт» – один из девяти филиалов, который выполняет задачи по ремонту, модернизации и реконструкции всех атомных станций России и некоторых зарубежных АЭС. На всех этапах работы самым важным была, есть и остаётся охрана труда на производстве. Возглавляет эту службу главный инспектор Вячеслав Алхимов, грамотный специалист, за плечами которого большой опыт работы в данном направлении. В 2016 году была проведена специальная оценка условий труда на всех рабочих местах персонала. Разработано множество программ и мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Обучение и повышение квалификации безопасным методом выполнения работ в учебных центрах прошли более 500 человек. С учётом современных требований переоборудован кабинет охраны труда. Также провели конкурсы среди работников предприятия на лучшее знание правил охраны труда, лучший плакат по безопасности труда и конкурс детского рисунка среди детей наших работников. Поощрили победителей. Два года подряд в 2015 и в 2016 смоленский филиал занимает первое место среди предприятий «Атомэнергоремонт» по охране труда. И уже второй раз становится победителем в городском смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда на предприятии. Каждый работник САЭР внёс определённую лепту в общее дело. В том, чтобы родное предприятие стало лучшим, есть заслуга и службы главного инженера. Этот результат, который достигнут на сегодняшний день, это, можно сказать, результат работы всей команды, то есть всего филиала. Это взаимодействие с службой главного инженера, со службой инспекции. То есть поставлена задача работать на единый результат. Ну и вот итог, на выходе мы имеем то, что имеем первое место. Руководством филиала прилагаются все усилия для создания безопасных условий труда персонала. Обеспечивается санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Хотелось бы поблагодарить работников нашего предприятия, не только руководителей предприятия, но и работников за достигнутые достижения в области охраны труда. Хотелось бы поздравить их с этим достижением, пожелать им счастья, здоровья и успехов в работе. Всемирный день охраны труда коллектив смоленского филиала АЭР встречает с отличными результатами. Они не собираются останавливаться на достигнутом, считая, что победа в конкурсе – это определенная точка отсчета для достижения других целей и перехода на новый уровень. В преддверии весенних полевых работ по инициативе смоленского губернатора для сельхозпроизводителей региона на безвозмездной основе будет выделено 1000 тонн минеральных удобрений – аммиачной селитры и азофоски. По поручению Алексея Островского отгрузка удобрений будет произведена до 15 апреля. Также планируется выделение дополнительного объема минеральных удобрений на проведение озимого сева. В областном центре подвели итог ежегодного конкурса «Налоги паруса государства», где школьники в творческой форме должны были рассказать о налоговой системе России. В конкурсе приняли участие 65 учащихся, которые представили на суд жюри свои стихи, прозу и рисунки. Лучшие работы смолян будут опубликованы в журнале «Мир налогов глазами детей». А проект Десногорской детской библиотеки победил в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива-2016-2017», который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла в целях поддержки гражданской инициативы в обществе и поощрения практической созидательной деятельности, направленной на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. Все подробности в нашем сюжете. Конкурс проводится по четырём направлениям – образование и воспитание, социальное служение, культура и информационная деятельность. Общий грантовый фонд – 115 миллионов рублей. В этом году на конкурс было подано 797 заявок. Гранты получили только 267 проектов, семь из которых – смоленские. Среди победителей и Десногорская детская библиотека. Проект «Большая книжная экспедиция в мир духовной книги» принёс библиотеке грант в 300 тысяч рублей. Мы их, конечно, потратим с умом. Мы приобретём литературу на 135 тысяч по бюджету проекта морально-нравственного и духовного содержания. И остальные деньги пойдут на пополнение, улучшение технической базы библиотеки. Это большое подспорье для библиотеки, так как фонд не обновлялся уже давно из-за недостатка финансирования. И вот таким способом, участвуя в социальных грантовых конкурсах, сотрудники библиотеки пытаются выйти из сложившегося трудного материального положения. Как только начнётся поступление новой литературы, в библиотеке будут организованы ознакомительные выставки и мероприятия для юных читателей. Названы самые проблемные районы по поджогу травы. С начала года в области зафиксировано 204 пала сухой травы, выгорело почти 200 гектаров. Больше всего поджогов произошло в Смоленском, Рославльском и Руднянском районах. Спасатели призывают не допускать возгорания сухой травы. Ведь они не приносят ничего, кроме вреда. Кинологи и сотрудники Центра по противодействию экстремизму встретились с участниками специализированной профильной смены юноармейцы, которая сейчас проходит в туристическом комплексе Соколья-гора. Участниками первой профильной смены стали 200 юноармейцев из всех районов области, в том числе и из Десногорска. Смена продлится две недели. 7 апреля православные отмечают знаменательный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В церквях и храмах прошли праздничные службы. Как Благовещение отметили в Десногорске, расскажем прямо сейчас. С давних времен Благовещение вызывало настоящий трепет среди христиан. Весь этот праздник символизирует предание о возвращении вести от Архангела Гавриила, Матери Иисуса, когда она узнала о скором рождении Сына Божьего. По сегодняшний день этот праздник считается одним из самых великих и почитаемых. Верующие люди на Благовещение Божьей Матери радуются пришествию благостного времени, читают молитвы, очищаются от грехов и предсказывают погоду на ближайшие дни. На раннюю праздничную литургию в храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости собрались православные христиане Десногорска, чтобы со всем миром порадоваться благой вести, помолиться за себя и своих родных и воздать хвалу Божьей Матери и Ее Сыну Иисусу. И в заключение о спорте в Смоленске пройдет Кубок региона по бодибилдингу. Спортсмены Смоленска, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга и Беларуси выступят в пяти различных номинациях. Яркое и зрелищное мероприятие пройдет 8 апреля в спортивном комплексе «Арена». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok